Теперь пока из полчаса до автобуса пассажиры могут провести время за чашечкой горячего чая. По инициативе Амана Тулеева в здании Московского автовокзала сегодня начала работать губернская чайная. Раньше московчанам и гостям города приходилось сидеть в зале ожидания без дела и просто ждать. Сейчас все изменилось и вместо одиночного ожидания пассажиры пьют чай волей-неволей. Завязывается беседа с другими гостями губернской чайной. Не на каждом же вокзале дают чай. Вот, необычно. Люди едут уставшие, ну тут передохнут, погреются, чайку выпьют. Так что ничего плохого в этом нет. Небольшой павильон оформили в русских народных тонах. Здесь и полотенца с вышивкой, и баранки, а чай разливает русская красавица в национальном костюме. Сегодня особенный день, сегодня все-таки доброжелательные. Мы сегодня поднимаем настроение людям, которые приезжают из городов уставшие. Угощаем конфетами, печеньками, чаем. Самым таким, то, чем дома можно попить чай. Местные предприниматели позаботились о том, чтобы в чайной всегда были конфеты, вкусная и разнообразная выпечка. Ежедневно Московский автовокзал обслуживает порядка полутора тысяч человек, принимает и отправляет более 110 междугородных и пригородных автобусов. Кстати, это уже вторая губернская чайная в Москах. Первая работает в городском историко-этнографическом музее. Все угощения для пассажиров абсолютно бесплатные. Все сделано для людей, для настроений московчан и гостей города. Губернские чайные на автовокзалах открылись уже в нескольких городах Кузбасса. Опыт соседей показал, существование таких павильонов идет только на пользу. На автовокзале у нас до этого момента не было ни кафе, ни какой-то точки общепита, где люди могли бы перекусить, либо попить чаю, находясь с дороги или куда-то следуя по своим делам. Мы приложим все усилия для того, чтобы эта чайная работала постоянно. Она будет работать у нас все время, как работает автовокзал с 6 часов утра и до 10 часов вечера. Будут постоянно пополняться запасы и продуктов, и чая, для того, чтобы люди всегда, в любой момент могли попить ароматного и вкусного чая. Сегодня только первый день работы губернской чайной. И уже сегодня вкус свежего чая успели оценить десятки пассажиров. И наверняка желающих скоротать время будет только больше. Популярность чайная обрела летом. Зимой, говорят посетители, чайная станет настоящей выручалочкой, особенно в морозы. Ирина Сальникова, Александр Михайлов. Информационная программа. Мы.